Декрет об учреждении пограничной охраны в России приняли в годы революции. История службы в погранвойсках тесно связана с историей страны. Профессиональный праздник учреждили в 1958 году, 28 мая. Ветераны возлагают цветы к монументам, показывая тем самым, что подвиги каждого солдата останутся в памяти и сердце навсегда. Однако вспоминать свой опыт без слез на глазах могут не все. До 2005 года служба в погранвойсках была срочной, а не контрактной, как сейчас. Чтобы попасть на границу, призывников проверяли все правоохранительные ведомства, смотрели и на репутацию близких родственников. Олег Семенов проверку прошел и в 1985-м отправился в Брест. На второй год солдата определили в Афганистан. Он оказался в Киркинской десантно-штурмовой маневренной группе. Рассказывает, первый год службы было сложно, а потом дни полетели с бешеной скоростью. Сегодня называют службу в погранвойсках белой костью армии России. Этот опыт подарил ему верных товарищей из Белоруссии и Украины, связь с которыми он поддерживает вот уже больше 30 лет. Отличие в охране границы я получил за операцию в районе Кишлака-Балабакан, где нашим подразделением Киркинской деша была захвачена реактивная установка БМ-12. Все невзгоды – это, конечно, дружба. Это очень многое чувство локта товарища, друга. Сегодня многие заставы носят имена героев пограничников, в том числе и из Самарской области. В регионе проживают больше 30 тысяч человек, которые служили в погранвойсках. Пограничники – это оплот нашего государства, это патриоты нашей Родины. И сегодня они активно участвуют, служат, работают во благо нашей Самарской земли, активно участвуют в патриотическом воспитании. Из 89 субъектов Российской Федерации 45 – пограничные. Это человек, который полностью любит свою Родину. Это человек, которому ежедневно выходящий на службу в несколько раз с оружием в руках, от которого зависит, быть в войне или не быть в войне, жить нарушителей государственной границы или нет. И вот этим 18-20-летним мальчишкам доверяли оружию. Представляете, какой отбор должен быть? Это человек, который принимает решение, жить другому человеку или нет. В июне ветеранская организация пограничников отправится в автопробег на ретро-машинах по маршруту Великой Отечественной войны. Самара, Новгородская область, Ленинградская область, Карелия. Цель автопробега – восстановить имена погибших в военные годы пограничников. В этих местах навечно остались 500 солдат из Самарской области. Часть земли спустя годы ветераны привезут на Родину защитников Отечества. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова